МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, вопрос. Для кого действительно этот фестиваль? Кому он интересен? Потому что мне иногда кажется, что это какой-то такой писательский между собой. Фестиваль — это как раз мостик между писателями, издателями и читателями. И библиотека в этом фестивале выступает таким, как я уже сказала, мостиком. Потому что всё, что издано в Алтайском крае в предыдущем году, в данном случае в 2020 году, в 2021 году, с 18 февраля по 31 марта, будет представляться в рамках этого фестиваля. А это несколько сотен книг. На данный момент это 651 книга, которая поступила к нам в библиотеку по закону об обязательном экземпляре. Они являются участниками этого фестиваля, эти книги. 651 книга была написана в этом году в Алтайском крае? Да, была издана в этом году в Алтайском крае. Это, кстати, большая цифра или нет? Скажем, нет, это не самая большая цифра, потому что мы понимаем, что ещё в течение месяца книги поступают. Что-то в декабре издавалось, что-то в ноябре в связи с пандемией. Книги не так регулярно приходили в библиотеку. То есть мы рассчитываем, обычно ещё где-то сотни-полторы книг поступают в течение фестиваля. Но бывали годы, когда это было больше тысячи книг, это были 1200 книг. В данном случае мы так думаем, что где-нибудь книг под 800, наверное, мы получим. То есть получается, очень много книг у нас издаётся в регионе, что им можно посвятить целый фестиваль. Конечно, конечно. Это краевой фестиваль, и не только жители и читатели нашей библиотеки могут участвовать и являться участниками фестиваля. Но это в данном, вот в этом году это уже 23 библиотеки, 23 площадки фестивальные. Это Барнаул, краевые библиотеки, это библиотеки городов Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска. Это в Павловской библиотеке, это в Завьяловском районе библиотеки организовывают фестивальные площадки. Это не только знакомство, вернее, в первую очередь это знакомство с книгой через книжные выставки. Но это ещё и встречи с писателями, это презентации книг, это творческие вечера. Ага, ну вот смотрите, мы говорим, 651 книга издана, кто обычно проявляет к этим изданиям интерес? Вот обычные рядовые жители Барнаула и Алтайского края, и вот как они могут почитать, узнать о них? Потому что я думаю, что мало кто, ну вот на той же улице пойти спросить, вообще сколько книг у нас издано на Алтае, они скажут, ну может штук 10 от силы, но чтобы 651, а вы говорите, что ещё и 800 может быть для меня, для самой такой как бы странно. Вот смотри, Татьяна, мы же говорим, когда мы говорим о книге, каждый для себя подразумевает что-то под книгой, да? Вот, допустим, ну кто-то скажет, что да, 10 художественных книг было издано, то есть романов. Кто-то скажет, да, 10 стихотворных сборников было издано. Кто-то скажет, 10 учебников, кто-то скажет, 10 каких-то научно-популярных изданий. И вот таким образом складываются вот те самые 651 альбомы каких-то художников, презентационные вещи. То есть абсолютно жанры разные, да? Абсолютно всё, то есть это печатная продукция. Очень много, мы же понимаем, что Алтайский край в основном у нас на территории издаётся издание краеведческого характера, тоже в разном направлении. Тоже много таких. В основном, естественно, потому что есть, конечно, издания, которые такого общего характера, да? Потому что романов, наверное, 400-то точно не написали у наших писателей. Но очень много каких-то путеводителей, ну вот того, что касается только Алтайского краеведения, скажем так, да? Краеведения, да. Для чего мы проводим этот фестиваль? Вот в течение месяца выставка, изданная на Алтай, она представляет все эти книги. Она у вас уже проходит? Она как раз завтра открывается, потому что фестиваль, он состоит из три составные части. Это выставка одноимённая, издана на Алтае. Там все книги будут? Там все эти книги будут представлены, да. Это конкурс «Лучшая книга Алтая», потому что в рамках фестиваля все вот эти 651 книга, а может быть и более, являются участниками конкурса «Лучшая книга Алтая». И по шести номинациям в конце фестиваля, 31 марта, жюри оценит и назовёт лучшие книги в разных жанрах. И ещё третья составляющая – это как раз те самые презентации, встречи, то есть это то, что происходит, ну, общение вокруг книг, которое происходит. В этом году какие издания, по-вашему, можно назвать лучшими книгами Алтая, потому что вы говорите, ещё и будут лучшие книги по шести номинациям? Да. Я никогда не отвечаю на этот вопрос, потому что вот так случилось, что я являюсь председателем жюри, и если я начну называть какие-то конкретные книги, а у меня, безусловно, есть свои… Фавориты. Если вы хотите, пожалуйста, какие предпочтения, то это будет как-то несправедливо. Книги много достойных. В первую очередь я хочу сказать о тех книгах, которые будут презентованы в рамках фестиваля, но они не являются участниками конкурса «Лучшая книга Алтая», потому что они уже стали победителями конкурса на издание литературных произведений, которые проводит наше Министерство культуры. А мы, Краевая библиотека, издаем эти книги. И вот в разных номинациях, краеведение, стихи, художественные произведения, проза, детская книга будут презентованы в рамках фестиваля. О них я могу сказать немножко поподробнее. Это книги Новичихина, это книги Ольги Канн, детские, прекрасные книги. Это книга Михаила Гундарина, которая, презентация состоится у нас в библиотеке, и Михаил будет онлайн с нами из Москвы, он будет презентовать свою книгу сам. Это новая книга, которая явилась победителем конкурса на издание литературных произведений в 2020 году. Это книга Михаила Чурилова о Юрии Исауленко и художественной жизни 80-90-х годов прошлого века. Вот эти все книги тоже можно назвать лучшими книгами Алтая, но они не участвуют в конкурсе. Они не являются участниками конкурса, потому что они стали победителем уже другого конкурса. Но остальные тоже, я так думаю, достаточно претенденты сильные на победу. Там много-много на самом деле изданий, которые могут быть представлены как лучшие книги. Вот вы сказали, что вы председатель жюри, да? А кто еще, кроме вас, определяет, почему та или иная книга все-таки лучшая? Каждый год мы стараемся менять состав жюри, чтобы, опять же, не было какого-то предвзятого отношения. В основном это филологи, это ученые, это практики, наши университеты. Но это местные все? Это наши, да. То есть жюри наши местные? Барнаульский, Алтайский, да. У нас есть номинация как художественное оформление книги. И, естественно, мы привлекаем специалистов в этом направлении. Если детская книга, то у нас обязательно в жюри есть специалист по детской книге. Сколько всего человек? По детской книге. Пять-семь человек, то есть нечетное количество. Получается, что вы все вот эти книги изучали? Вот 651 книгу? Да, их не изучали. Вот завтра мы объявим конкурс, стартанет фестиваль, объявится конкурс. И в течение месяца жюри должно будет приходить и изучать книги на той же выставке. Потом мы собираемся, обсуждаем и, в общем, признаете лучше или не очень. И на закрытии, вот 31 марта, мы объявляем победителей. А вот что даст писателям, к примеру, да, ну кроме, например, там вазы какой-то, который традиционно дарят, я знаю, признание их книги лучшей на фестивале. Что писателям-то это даёт? Ну мы дарим не вазу, мы дарим прекрасный, очень стильный сувенир, приз, лучшая книга Алтая, который выполнен на камнерезном нашем заводе. Автор этого, этой статуэтки, так скажем, этого камня, Шелепов, Алексей Назарович Шелепов, да. Вот, и это очень интересный такой приз. То есть, что даёт? Ну, во-первых, когда книга называется «Лучше», это уже говорит о том, что, ну, вызывает какой-то интерес. То есть человеку хочется познакомиться, прочитать книгу. Потом, эти книги, конечно, мы стараемся потом их раскручивать, да. Ну ты чтобы народ покупал их, получается, да, или как? Ну, вы знаете, в нашу задачу... Это не входит. Да, мы не ставим для себя такой задачи. Мы её популяризируем. Мы стараемся так, чтобы они поступили в библиотеки Алтайского края, чтобы у них был максимальный доступ к этим книгам. А вот какой-то там, я не знаю, финансовой составляющей, например, на издании, какой-то ещё книги, такого нет? Нет, такого нет. К сожалению. У нас, надо сказать, что этот фестиваль очень серьёзно поддерживается меценатами. И вот 2016 год, и в 2016 год у нас есть те организации, люди, которые нас поддерживают постоянно. И я, пользуясь случаем, хотела бы выразить им слова, ну, такой душевной благодарности за то, что люди понимают, что без книги, в общем, ну, человек не может развиваться, жить дальше. И поддерживая книжную культуру, поддерживая такой фестиваль, ну, мы, в общем, вкладываем очень большую душу, скажем, и помогаем, помогаем. Да, потому что книга была, на самом деле. Да, да, да. Я знаю, что часто приезжают на фестиваль там известные писатели, да, какие-то литературные критики. В этом году вот из-за пандемии кто-то приедет или всё-таки нет? В этом году не приедет, но у нас будет прекрасная встреча. Нисколько не сомневаюсь, что она будет прекрасная, потому что это один из ведущих, лучший, наверное, на сегодняшний момент критик такой современной прозы, современной литературы. Это Юзефович, Галина Юзефович, Галина Леонидовна. Она с нами будет онлайн 25 марта. Состоится, надеюсь, интереснейший разговор об отечественной литературе. То есть она будет у себя, а здесь? Она будет у себя, а здесь мы на все площадки, на все 23 библиотеки будем транслировать эту встречу. Будет возможность общения, будет возможность получить книгу с автографом Галины Леонидовны. А как? А, ну то есть она прислала вам заранее? Да, мы уже заранее с ней пообщались, и у нас уже она лежит. Поняла. Вот как обычные люди могут попасть на фестиваль? Вот посмотрели, не знали о таком фестивале, допустим, да, и захотели пойти. Будут ли какие-то ограничительные меры? Потому что, ну если надо познакомиться с книгой, то, наверное, все-таки поближе к ней. Ну вот на открытие мы делаем по пригласительным вход, все остальные мероприятия. А уже, наверное, раскоплены все пригласительные, да? Мы не продаем, мы проводим все бесплатно, да. Ну вот кто-то сейчас посмотрел, захотел завтра прийти. Попадет на открытие, нет? Наверное, завтра не получится прийти, а на все презентации, ну в общем, завтра будет что? Завтра мы так громко скажем, что фестиваль объявлен, открыт, и все остальные мероприятия, все основные, суть фестивальных мероприятий, она будет во встречах и в презентациях. И вот туда вход как раз свободен для любого желающего. Позвонить, узнать, где эти мероприятия? Позвонить, узнать в библиотеку 506-626, пожалуйста, все расскажет. Сайт библиотеки, социальные страницы библиотеки, нас и наших библиотечных площадок в других городах. Ну, 23, вы уже сказали, да? И в городе в том числе у нас ни одна площадка, ни ваша только. Нет, ни одна, да. Если говорить, Татьяна, о будущем фестиваля, да, вот мы говорили немножко о настоящем, каким вы его увидите? Будут ли какие-то, ну, не знаю, изменения в нем, да? Возможно, ну, чтобы люди больше знали о книгах, о наших авторах, вот 651 книга, опять же. Какая все-таки главная цель этого фестиваля? Все-таки, мне кажется, надо трансформироваться или вы меняетесь? Мы меняемся, безусловно. Да, мы помимо, ну, вот смотрите, если говорить про 23 площадки, это нам удалось достичь за последние несколько лет, за последние 3-4 года, ну, 5, скажу так. Потому что раньше Краевая библиотека Шишкова проводила фестиваль, и вот все мероприятия проходили на одной площадке. Сейчас их 23. Сейчас 70 мероприятий. Раньше это, ну, скажем, 10, ну, 15 максимум, что мы могли провести, ну, у себя на площадке. Сейчас их 70. Представляете, мы в 10 раз, ну, скажем, ну, в 5 раз как минимум увеличили аудиторию и возможность... Ну, то есть как раз все ради того, чтобы больше людей узнали об этих произведениях. Потом мы проводим книги и такие вот популярные встречи, да, для разной аудитории. И, допустим, у нас будет в этом году очень интересная, надеем, встреча «Круглый стол», который мы посвящаем книжной иллюстрации, где мы будем собирать, соберем профессионалов книжного дела, иллюстраторов, дизайнеров, и будем говорить с этой точки зрения. То есть профессиональный подход к книге, как ее оформить, как она должна выглядеть. И это тоже вот, ну, своеобразный угол. Ну, это скорее уже, наверное, для тех, кто пишет, да? Для тех, кто пишет, для тех, кто издает, для тех, кто иллюстрирует. То есть этот фестиваль важен не только для обычных людей, но и для писателей, в том числе и наших местных, чтобы как-то их стимулировать. Вот также мы собираем и приглашаем и на открытие, и на закрытие, и по мере общения в фестивальных мероприятиях мы очень плотно общаемся с нашими издателями. Потому что тоже вариться в своем собственном котле, в своей типографии, это, ну, тоже не всегда хорошо. То есть должен быть какой-то выход, нужно видеть, смотреть, что делают другие. Ну, я не буду называть их конкурентами, потому что конкуренты в издательском деле, ну, в общем, как-то звучит, на мой взгляд, кощунственно. Потому что в основном это люди, которые делают, ну, такое благотворительное дело. Вот. И они могут общаться между собой и с нами, и мы можем говорить о каких-то, ну, может быть, недочетах, может быть, о каких-то особенностях, которые интересны публике. И потом это еще дает возможность мониторить ситуацию с точки зрения интереса публики к тому или иному направлению, к тому или иному автору, к той или иной книге. И это тоже вот такая сторона, которая, ну, в общем, нам позволяет расти, расширяться, трансформироваться. На наш взгляд, мы двигаемся неплохо. Спасибо, Татьяна. Спасибо. А я напомню, что сегодня гостем в нашей студии была Татьяна Егорова, директора Алтайской кривой библиотеки имени Шишкова. И говорили мы о предстоящем фестивале, изданном Алтае.